Видел Тараси. Как надо с ними было, вот и беседовать. Ну их нету, с собой не возьмешь. И с ними, а что с ними-то? Их слова там, три слова. Ну, я говорю... Ребенок, сколько ему лет? Двенадцать, наверное. Двенадцать лет. У него мать здесь. И ты увидел, у него штаны какие? В обтяжку. В обтяжку. Еще... Ну мы стали с ними рассуждать, какие сейчас штаны в обтяжку, для чего их-то делают. Ну с ребятами разговаривать. Еще дальше. Вот, что... Ты предвидел конец разговора, что туда выведет? С чем он закончится, разговор? Какое ты имел право разговаривать с детьми, которые тебе не принадлежат и к тебе не приезжали? Это мои гости. Сколько раз говорил, что вы лезете? Это мои гости. Я их пою, кормлю, обихаживаю, а ты начинаешь учить. Что надо учить? Я научу. Ты смотри, чтобы у тебя был слышен голос. Зачем ты подошел к ним? Ну вот это... Это роковая ошибка. Тебе надо своей жизнью дырявой заниматься. И ты что ему сказал? В обтяжку. А он что сказал? Ничего не сказал. Как еще он сказал? Мы стали рассуждать на эту тему просто с ними. Ну что с ребенком рассуждать? Ему что дали, то и надел. Ребенок. Он не покупал ничего. У него выбора нету никакого. Четверо ребятишек. Работает один отец. Она с детьми сидит. И ты к ребенку начинаешь претензии. Что он тебе на это ответил? Что он ответил? Что, забыл? Он говорит... Подождите, сейчас... А он говорит, а ты одет как бомж. Ну да, да. Ну да, да, да. А дальше что? А ты ему еще ответил? Я говорю, а что бы ты выбрал? А быть одетым как этот? Как бомж или как педик? Это кто? Как педик. Ты сказал пидор. Или пидорас, или педик. Ребенку двенадцатилетнему, тебе не принадлежащему, ты эти слова разбрасываешь. Так он должен знать, что это такое? К чему это все, Игнать Тихонович? Ты меня учишь? Я не вас учу. У тебя на один день одного ребенка не было. Своего даже тебе не дают. А у меня сорок восемь лет тысячи детей. И ты рядом со мной был. Я вас не учу, Игнать Тихонович. Ты учишь меня? Почему? Учить детей надо этим словам. Не надо. Ты дальше и дальше погряз в грязь жизни своей. Поэтому жена виновата, прелюбодейка. Сутармин молодец. А ты зачем ему эти слова говоришь? От меня ни один ребенок слова этого не слышал за сорок восемь лет. Минут, лет. Я отвечаю за них перед Богом, перед уголовным кодексом, перед родителями. Ты не перед кем? Брякнул, сел на машину и уехал. А меня сейчас подходит, теперь ко мне мать меня берет. Это моему ребенку к вам. Найди твою, больше не положу. Ты меня врагом сделал, детей, родителей. А в это время она подходит к Игорю. Игорь, конечно, против. А Игорь, он сусюкать не будет. Он говорит, я эти слова не произношу. Ты зачем это говоришь? Он должен знать значение слов. Зачем ты мог подойти, сказать мне, это мой гость. Я имею моральное право говорить. Ты не прав на тысячу раз. Это на ходу мне сейчас все это говорят. Зачем ты сделал? Ты уезжаешь по-хорошему. Ну, просто по-хорошему. Вдруг в самый последний момент оправляешься, говоришь, на столе. И размазал. Ты это понимаешь или нет? Ну, да. Давай помолимся. Попроси у Бога прощения. Господи, вечер наступил. Господи, разуми меня и открой мне разум рассуждения от дороги, чтобы я... Погромче, чтобы я слышал. Открой мне разум, чтобы я был послушным человеком, слушал разумных людей, рассудительных, божьих людей. И поступал так, как они говорят. Они по своей воле. Благодарю тебя, Господи, за наставление, за обличение. Из отца Игнатия через братьев. Растопи мое каменное сердце, Господи. Закончи молитву, ты нас ждут. Слава тебе, Господь наш, за все милости и твои щедроты, которые я получил здесь. Воздаемся тысячекратно за их милости. Всем насельникам здесь живучи. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Во веки веков. Аминь. Слава тебе, Господи, проси меня. И благословят лежащих в путь. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Ну, то есть, как бы, Священство не признает, получается. Вот так, пока, вдоль вот так пройдет туда. И так все, все. А сферезно, сначала так обладаем, все время налево. В итоге, да. Сферезно, как сначала пройдете. Так, вверху, да, да. И сразу, сначала по прямой немножко, и потом налево, 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 налево. Это пока вот это все в грунтовом варианте. Погадаем. Все, все. Ну, там немножко вот так, как бы. Все, еще раз. Всего доброго. Все. Всего самого Бога всем. Спасибо, Господи. Поклон за прием и за все вложенное в наши души. Спасибо, Господи. Слава тебе, Бог здоровья, кое-что снимайте, чтобы... Не рассуждайте. Сейчас прям начнем. На остановках пусть она потом пришлет. Поминайте все, что было, припоминайте, что здесь были. Конечно. Вам интересно самим будет это, потому что это назидательно. Потому что это обработка земли, души, и все. Все в комплексе. Сейчас отъедут или все? Не надо ждать. Володя, садись. Не, мы Володю возьмем. Спасибо. Ладно. Так, пошел вперед. Володю заберем. Ну, Володя, сел. Нет, еще не сел. Вот сейчас сел. Ты вперед, пока не там. Об этом деле помолились? Конечно. И помолились вместе. А вы не видели, что мы молились? Да, видели. Я не видела. Мы помолились, чтобы Господь как-то сделал так. Он молиться не может совсем. У него молитвы нет. Он закрыт. Я начинаю, и говорит, они же должны знать слова. Я говорю, еще и сбрал слова. Ну, я и сказал ему это сразу. Я говорю, ты не увидишь, вы натихнуть себя сторонника. Ну, какого сторонника? Великая, я говорю, что-то сделал. Я тебя близко не допущу. Пацану такое слово показал. Вот ты здесь рядом был. Так он прям при нем сказал это слово. Я сразу говорю, ребята, быстро кисть отсюда. Они, хоп. А он, стой, стой, хватает его еще, я говорю. Не надо. Мы сейчас с тобой сами разберемся. Ты что, говорю. А потом, говорю, ты что, с дуба рухнул такое слово пацану говорить. Да не в слове даже дело. Это ужас, кошмар. Зачем ты разговариваешь с ребенком? Который не к тебе приехал. Ты за него не отвечаешь. Я ему это все сказал. Не кормишь, не поешь, не сон не создаешь. Зачем? Это мои гости. Ты мог подойти ко мне и сказать. Я ему так и сказал. Почему ты на пацанов съехал-то? И при этом это не один раз уже. У меня нет никаких друзей, нигде никого. Пустотелые стручки. Повернули они от нас. Я ему сказал, до кустов доезжайте, говорю, и пошли налево. Я ему рассказал, с переезда, говорю, все время влево будет дорога идти. После переезда. Да, ну с переезда. Как переезд переедешь, чуть-чуть, говорит, прямо, а потом налево, налево. Ну там немножко, говорю, петлять будет, но налево. И буквально, говорю, там километров 7, говорю, и все, 5, и вы приехали. На дорогу вы едете. Но я думаю, что этот Вячеслав не подведет. У него же должна быть ориентация. Я не вижу пока. Они уже пойдем проехали. Ребята, вы что, на такой машине кто там, кто куда проедет? Не крадутся пока. Игорь, я сюда доехал.